Субтитры создавал DimaTorzok Несмотря на то, что мы зарегистрировали в Болгарии, члены союза у нас практически по всему миру. И что радует, присутствуют и здесь приехавшие из дальних стран. Кроме этого, мы представим ряд книг наших авторов, участников конкурса. Это славянское слово, которое буквально подходит к завершению. Книги готовы, поэтому ждем решения жюри. Уже определены финалисты. Завершение. Совершенно много времени осталось. Завершается конкурс 20 мая. 21 мая по 24 мая пройдет заключительный этап конкурса с награждениями Болгарии. В Болгарии очень большая рассчитывая программа с посещением как минимум 4 областей. Встреча с читателями, с общественностью, с руководством, областей, городов. Начну с того, что у нас немножко получился кувырок через голову. Возглавлять делегацию должен был председатель правления союза, господин профессор Ивайл Петров. Но немножко у нас не получилось. Накладочка вышла с визами для Болгар. И болгарская делегация послала меня. Скажем так. Послала. Господин профессор, значит, есть приветствие. Он меня просил озвучить. Дорогие друзья, любители, слуги, нецающие литературу. К моему большему сожалению, я не смогу принять счастье в посещении ряда русских городов, расположенных между Москвой и Архангельском. Маршрут у нас, в общем-то, от Москвы до Архангельска, поэтому вот так. И встретиться с представителями самого читающего в мире государства. С древних времен известна аксиома. Если хочешь поэта понять, надо на его родине побывать. Тем более, что поездка представляет возможность познакомиться с исконной Россией, с представителями народа, проживающими, продолжающими быть носителями и хранителями духовности. На днях мы отмечали светлый праздник Христового Воскресенья. Литературные встречи, намеченные на нашей совместной программе, совпадают с Ингелия Духа. И мы должны это не забывать. Мы, конечно, что не могу побывать в Беженске, и селегная птица, связанная с именем моей любимой поэтессы Анны Андреевны Ахматовой. Кстати, Ваил Петров написал большой труп по творчеству Анны Ахматовой, по большому книгу по болгарскому языке. Она была представлена в России. Сейчас мы ее еще раз представим как раз в городе Беженск Тверской области, где мы побываем в музее. В октябре 2017 года мне удалось посетить город Волуфе и выступить на торжественном собрании, посвященном 85-летию югкого русского писателя Василия Ивановича Булунова. А 1 апреля 2018 года я вернулся из Нижнего Новгорода, где принимал участие в литературном фестивале, посвященном 150-летию со дня рождения Максима Гольфова. Эти события дали возможность мне убедиться еще раз, что для России литература по-прежнему великое дело, что писатели и поэты воспринимаются и сегодня как апостолы правды. В их творчестве народ по-прежнему ищет ответы к вопросам, о которых в мире сказано, не хлебом, единым, жив человеком. Создание Международного Союза писателей имени святых Кирилла и Мефодия связано именно с высоким служением литературы. Наша цель – объединить пишущих на кириллице в мире, представить возможность читателям познакомиться с их творчеством. Уверен, что мы идем верным путем. Об этом свидетельствует огромный интерес к нашему сайту, который называется «Литературный путь «Добро». От имени правления Международного Союза писателей имени святого Кирилла и Мефодия поздравляю вас с наступившим воскресеньем Христовым. От всей души приглашаю желающих принять участие в наших мероприятиях и печататься на нашем сайте, продолжая творить добро и доверять духовное искание наших современников. с уважением, председатель правления Союза писателей, профессор Еваев Петров. Такое приветствие. Вернее, я не послал, но мне лично его дал, просил зачитать. Ну, а сейчас мы, значит, кратенько-кратенько я вас познакомлю даже не с творчеством наших читателей, писателей. Творчество – это просто не хватит у нас никакого времени, чтобы все это озвучить. В рамках конкурса издано более 30 авторских книг. Значит, изданы альманахи, где тоже большое количество авторов напечаталось. Ну, и представлю, раз такая возможность, и свои книги, конечно. Да, без этого, значит, книга вашего земляка, живет в Подмосковье, Валентин Лебедев. Читали, то вот мы читали его с великим удовольствием. Человек пишет о природе, и с таким знанием дела он егерь. Егерь, умеющий так красиво вот это все рассказать и описать. Вот такая вот книжечка, с удовольствием просто прочитали. Маргарита Сосницкая тоже с Подмосковья, автор. Почему-то близкие не приехали. Тут короткие рассказы, интересные. Значит, книга Александра Новикова, значит, автор. Мы с ним познакомились по интернету, по перепискам. Значит, у нас несколько близки были с ним близкие творчества, и на этой почве мы с ним познакомились. Вот его книга, значит, варь, без каких частей состоит. Здесь есть военные рассказы, то есть человек, прошедший боевые действия, вот так вот там рассказывает, и пишет с фантазией. В общем-то, очень творчески к этому подходит. Очень интересная книга, значит, автор присутствует, правда, сидит очень скромно, сел где-то сзади, его книгу приходится представлять мне, да? Ну, ладно, тем не менее. Ну, нас уж коснулись такой темы. Это моя книга, изданная буквально вот сейчас совершенно-совершенно недавно, в честь имею капитан Волошин. Это тоже военные рассказы. Я пишу, ну, в общем, о том, что видел, что прошел. Просто это не мемуары совершенно, это художественная проза, хотя начинал писать так, в виде дневников, да? И вот оно как-то росло-росло и выросло такое. Вот, и эта книга тоже, в общем-то, о войне. Я их прошел три. Такое, я стараюсь писать здесь, как бы, не сказать, с долей юмора, ну, сглаживать все это. Здесь нет никаких неподвигов, никаких, там, исключительных случаев. Просто, как оно было все на самом деле, именно с моей точки зрения. Ну, и вторая моя книжечка, вышедшая недавно, тоже, вот, пахнет краской, еще называется «Идит». Это рассказывает о двух братьях, которые росли без родителей. Скажем так, и улица, и немножко беспризорства, все здесь было, и только они попадают в интернат. Вот, и опять же, это все основано на реальных событиях, это обо мне и моим брате. Вот так вот получилось. Сейчас хочу, чтобы немножко просто отдохнуть по Петру Сиво, представить слово. Значит, это присутствует здесь Катя, дочь Елены Асатуровой. Елена Асатурова поэт, который издается также в Болгарии, в России. И она представит и другие книги, и других авторов. Дальше, немножко продолжим дальше. Значит, я представлю слово авторам, которые приехали с своими книгами от нас, они кратенько-кратенько расскажут о своем творчестве. Пожалуйста. Можно я без микрофона? Я думаю, что сложно, да? Я не знаю, микрофон как работает, я бы тоже на нем без микрофона говорил. По-моему, слышал так. Или это даже лучше без микрофона. Понятно. Здравствуйте. Продолжим, да, про книги. В серии книг «Славянское слово», с которыми мы знакомимся, да, сегодня. Важное место занимают поэтические сборники авторов, членов Международного союза писателей, да, именно с Светлой Кириллом и Ходи, и литературного клуба «Добро». Очень радует, что интерес к поэзии в современном мире не угасает, да, скорее, может быть, даже какой-то новый виток. И в то же время много молодых авторов, да, публикуются и на сайте литературного клуба, и в других площадках в интернете, да, очень много ярких таких новых звезд молодых. Примечательно, что и в клубе, да, и в конкурсах юные поэты принимают активное участие. А в книжной серии я сейчас хочу представить несколько авторов, у каждого из них своя неповторимая манера, да, поэтического слога, письма. Я буду показывать, да, параллельно некоторые из этих книг. Вот, например, да, книга Сибиряка Георгия Тонберга, вот такая вот книга. Автор дарит читателю незабываемую встречу с природой, своего родного края, рассказывает о жителях, о своих земляках, о братьях наших меньших. Пишет он тоже с долей юмора, иногда немножко с легкой грустью, но всегда любви к родной земле. И эта книга его, которая называется «Сибирская Русь», можно сказать, что это разговор со старым приятелем, который заглянул к тебе на огонек, очень теплые, такие родные сердцу стихи этого автора. Следующую книгу, которую хочется представить, это книга Енина Семенова, называется «Анна Енина». Это первая авторская книга после публикации автора «Вальмонахах». Размышления автора о жизни, о судьбе, о предназначении человека, о любви, о вере. Поэтесса делится с читателем сокровенными мыслями, своими порывами души. Ее стихи очень мелодичные, образные, светлые. И можно ими любоваться, как у самого автора написано в одном стихотворении, как бабочкой застывшей на интере. Я зачитаю несколько этих строк. Бабочка в лентарном облачении, Смоляным застыла отпечатком. Смаком крыльев смирила мгновенье, Вся раскрылась камнем, без остатка. С неизбежной участью смиряясь, Вздох последний, и душа взлетела, Духом в Боге, заново рождаясь. Следующая книга, это про зайка поэт Александр Бороков, его книга «Зал ожидания», вышла в этой серии такая книга. Зачитаю, наверное, слова самого автора о своей книге. Они очень такие образные, глубокие. «Вся наша жизнь — это зал ожиданий, Это маленький островок надежды, Бескрайний море человеческих страстей. А море — это стихия. Слово «стихия» — это капля в море слов, Которая сама вмещает в себя целое море. Если разложить это слово, получится стих и я. Значит, стихотворение — это отпечатки нашей души. Поэтому сборник и начинается. Это телоскопия души и оканчивается размышлениями о дороге. Александр Бороков не единственный прозаик, который любит и стихосложения, и в сборниках рассказов Иосифа Гальперина, который тоже у нас здесь представлен, а также Виктория Лелиной в деревне. Тоже можно найти поэтические разделы, которые посвящены наблюдениям акторов за жизнью в разных странах. Много стихов, в том числе как раз и Болгарии посвящено. Этой стране они пронизаны тоже искренней любовью к истории, природе, жителям этого государства. Я завершу этот краткий обзор книгой моей мамы. Я немножко побольше уделю ей внимание. У меня мама, она не профессиональный литератор, но тем не менее, это уже вторая ее книга. Первая, которая называлась «Строки на обрывках парусов», была тепло тоже принята читателями. И для второй книги именно читатели выбрали название «Великий мечтатор», как бы характеризуя этим самого автора. Хочется зачитать тоже немножко из отзыва петербургского поэта, автора, исполнителя песен Александра Матюхина. Не часто встретишь автора не ноющего, а не ныщущего, даже о грустно повествующего в состоянии веселой задумчивости. Первое, что удивляет в стихах Елены Асатуровой – непреодолимый и заразительный оптимизм. Это нетрадиционно, это редкое качество, даже маловероятное в нашем сложном, постперестройщем российском мире. Процитирую поэтому еще один отзыв профессионального известного писателя Анны Даниловой. Стихи Елены Асатуровой – это приглашение в ее мир, особенный, наполненный запахами моря и цветов, звуками тупещущих на ветру парусов и шумом деревьев, шепотом невидимых любовников и музыкой человеческих чувств, страданий и счастья. Сохраняя свой стиль, Елена пишет совершенно подчас разноплановые стихи. «Быдь может, про зайку в душе она создает целые стихотворные романы, истории, драмы, смело рифмуя свои впечатления, мысли, и читая ее, понимаешь, что эти стихи – просто дар в небес, что они не вымучены, а сложены где-то в сердце, в душе». Любовная лирика Елены – нежные акварельные наброски, пронизанные легкой грустью и тоской по идеальной любви. Стихи, посвященные родине, детству, на мой взгляд, звучат так пронзительные и одновременно так нежно, что заставляют и твое сердце питься, проникаясь этим ностальгическим настроением. Читая стихи Елены, сопереживая героям ее маленьких поэма и историй, проникая в суть ее аллегорий и просто наслаждаясь прекрасным языком ее стихов, только начинаешь понимать, что прикоснулся к настоящей поэзии. А еще душевно пообщался с очень позитивным, эроничным и смелым человеком, чудесной женщиной и поистине с великим мечтатором. Сегодня у нас День космонавтики. Тоже всех поздравляю с этим праздником. И в заключении своего выступления я хочу прочитать одно стихотворение из маминого сборника. Оно посвящено собаке-лайке. Я уже начинаю плакать. Я постараюсь. Это первое существо, которое полетело в космос и совершило 4 витка вокруг Земли над граблей спутник-2. Ой, простите. Кто там в небе зажигает эти звезды? Кто там чертит мелом в космосе дороги? Этой маленькой звоняги несерьезной, что жила у магазинного порога, Тоже снились ночью знаки зодиака. И разуверять ее напрасно точно знает каждая собака, Что луна всего лишь круг колбасный. Но ведь кто-то зажигает эти звезды, Кто-то водит в небе лунные трамваи. Много надо ли дворняги несерьезной, Чтобы покормили, приласкали? Будет она преданным солдатам, Самой послушной, самой верной. Что же смотришь, друг мой, виновата? Ты ведь говорил, я буду первой. Первой, кто увидит эти звезды, Кто узнает, как они включились. Маленькой дворняги несерьезной Важную работу поручили. Что же ты грустишь и взгляд свой прячешь? И слеза соленая такая. Это моя главная удача. Я за звездами сегодня улетаю. И она лизнул на прощанье языком шершавым чью-то руку. Я тебя, мой друг, не огорчаю, Ведь недолго и наши быть разлуки. И летели и навстречу звезды, Словно птичек необычных стайка. Люди на земле глотали слезы. Но всегда прощаюсь с милой лайкой. Что мы с вами знаем об отваге, Настоящей дружбе и доверии? Маленькая скромная дворняга В космос для землян открыла двери. Голову я в небо запрокинул И увижу, если присмотреться, Где-то там, в мерцающих глубинах, Светятся глаза ушедших в вечность. Простите. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и от поэзии мы снова перейдем к прозе. Так вот, плавно. Я хочу представить, Сейчас хотел сказать нашего автора, Нашего друга, Замечательного писателя, Ивана Михайловича Бортнова, Который, ну, прозаик, Ну и пишущие стихи. То есть, очень разноплановый человек. Я пригласил его вот в этот проект И прочитал сначала Журнальный вариант Его книги, Которая уже теперь книга. И как-то так. До такой степени мне вот это все Показалось близко. И я вот его пригласил. Он сдался у нас. У него, конечно, не одно это издание. И он сам об этом сейчас расскажет. Значит, москвич, писатель, московский, Лев Покорин. Спасибо большое, да. Не просто так выключиться После такого Другого стихотворения. Значит, действительно, Михаил, Международный союз писателей Издали вот эту мою книгу. Называется она Сущевский вал. И книга эта мне Особенно дорога, Потому что Так получилось, что До этого Последние вот как-то годы У меня выходили книги Сначала историк-приключенческие Такие с детективными Элементами. Затем Некий вот накопленный Багаж знаний, Когда углублялся в историю Он Воплотился вот в такой Научно-публицистической книге Это Жизнеописание Графа Ростопчина Вот. Но Роман Сущевский вал Он мне, конечно, Дороже просто тем, Что Это вот действительно То, что Пережил сам. Это Собственный жизненный опыт Это Жизненный опыт Нашего поколения. Это Возвращение В нашу молодость Здесь Действие происходит В 1986 году Это вот год Только-только Прошел год С того момента Как Генеральным секретарем ЦК КПСС Стал Михаил Сергеевич Горбачев И В стране Начали Назревать Перемены Которые Вот Через год Их Только-только Они еще Вот как-то С точки зрения Вот допустим С высоты Нынешнего времени Ну казалось бы Там изменения Это были совершенно Какие-то незначительные Но на самом деле Вот тогда Те изменения Которые начали В обществе Происходить Они Ну На многих Производили Какое-то Уже тогда Шоковое В общем-то Воздействие И И Это было Что-то Совершенно Необычное Не Привычное Для Человека Воспитанного В Советские Времена И В том числе Вот Скажем Там И для героя Для главного героя Этой книги Для него Это тоже Был Такой Вопрос Ну Достаточно Такого Серьезных Каких-то Вот Переомов Серьезного Пересмотра Каких-то Позиции Которые он впитал Там С детства Да Там И в школе И в институте Вот Ну и все это понятно Еще и на фоне Как-то молодости Вот На фоне Каких-то там Романтических историй Вот И так далее И В общем Когда мне пришло Письмо От Международного Союза Писателей Кирилла Мефодия Я честно Сначала подумал Что это Какой-то розыгрыш Я даже Причем я Ну я Познакомился С профессором Ивановым Петровым Я Познакомился Михаилом Александровым А письмо Было подписано Вот кем-то Еще И я честно Говорю Какой-то розыгрыш Я это письмо Просто Там Отправил В корзину Вот И потом Где-то через неделю Мы разговариваем С Михаилом И он Вдруг говорит А что-то Ты Ну никак не реагируешь Там Вот На это Предложение И на то Что твою Книгу Номинировали Вот И тут Мне это Конечно Стало Очень неловко Я говорю Михаил Слушай Я полный Вен Что-то Просто Кто-то Надо мной Подшутил Я даже Вот И конечно Я Крайне Благодарен За то Что Международный Союз Писателей Дал возможность Этой книге Превратиться Вот именно Действительно Из журнального Варианта В настоящую Книгу И В книгу Не только Изданную В электронном виде В электронном виде Она там По-моему На всех площадках Электронных Присутствует Но вот Ее можно Подержать И Вот в таком виде И полистать Вот Ну Что еще Давайте я попробую Немножко Вас Такую Внести Новую Такую Какую-то Нашу Сегодняшнюю встречу Струю Михаил упомянул О том Что я Сочиняю Стихи Честно Сказать Это очень Громко Сказано Стихи Я сочиняю Крайне Редко Но иногда Бывает Сочиняю Вот И сейчас Попробую Я тогда Прочитаю Такое Своё Стиховение Называется Она Такая Вольная Фантазия На тему Жизни Смерти Людовика 16 Ну Так вот Получается Как я уже Упомянул Что я Написал Там Несколько Исторических Книг И поэтому Когда Погружаешься В историю С чем-то Знакомишься Вот И иногда Это Как-то Трансформируется В такие Совершенно Может быть Неожиданные Повороты Вот Итак Вольная Фантазия На тему Жизни Смерти Людовик 16 Луи 16 Король На лбу Натёр Мазори Пока Решал Какую роль Сыграет На престоле Король Решил Мне Боже Зря Просиживать Рейтузы Решил И покорять Моря Отправил Лаперуза В пять сотен Тон фрегат Бусоль Был водоизмещением Фрегат Надёжен Но Король Измучился Сомнением Порой Брюш Водой Запьёт Лежит С набитым Пузом И мысль Покоя Не даёт А что Там С Лаперузом И всё Ж Счиславье Не тая Он Тешился Мечтою Да Будет Франция Моя Владычицей Морскою Но Год за Годом Нет вестей От Графа Лаперуза Нашли Обломки Кораблей В моря Кусанта Круза И Каждый Истинный Француз Оплакивал Потерю Но Тут Ещё Один Конфуз Король Сказал Не верю Не может Быть Чтоб Адмирал Пошёл На корм Медузам И Вновь Придворных Допекал А что Там С Лаперузом Он Потерял Покой В сердцах Отверг Соблазны Света От нас Скучала На балах Мари Антуанетта Король Совсем Не уделял Внимание Брачным Узам И даже В спальне Вопрошал А что Там С Лаперузом На короля Пенять То грех Бывали И поплоше Но Те Следили Чтоб На всех В стране Пекли Бриоши Нет хлеба Ешь Бриош Но Вот Совсем Почтением Кнузам Плевать Когда Пустой Живот На то Что С Лаперузом Народ Пошёл Громить Версаль Народ Поджаждал Крови И Свергли Короля А жаль Хороший Бул Людовик Его В темницу Волокли То на себе То юзом Но Вопрошал Одну Луи А что Там С Лаперузом Попался Сир Народ Кричит А Попался Сир Тебе Капец Толпа Кричала Злобно Ты Не Бургон А ты Капец И Смех Гребел Захлёб Но Король Ответил Раз уж Я Стал Непомерным Грузом Со Мною Ясно Всё Друзья А что Там С Лаперузом Я Был бы Рад Рассказ Прервать Не На Минорной Ноте Увы Друзья Не Даст Собрать Король На И Шахоте Поверх Толпы Он Смотрит Вдаль И Говорит Французы Вот Вам Смешно А мне Вас Жаль Не Ждите Лаперуза Спасибо Большое Немножко Продолжу По Союзу писателей Всё-таки Представляю Союз писателей И начну Скажем Такие Альмонахи В альмонахах А как Союз писателей Просто Я Уже Давно Пишу Ну Давайте Отвечу На вопрос Спасибо Публикуется Авторы Союза Писателей Просто Как бы На добровольной Основе Кто хочет Потом Мы проводим Конкурсы Конкурсы Интернетные Но тем не менее Победители Конкурса Тоже Финансируем Как-то Трудно Но финансируем Стараемся Это сделать Ну и Немножко Сменю Тему Значит У нас есть Несколько Таких Моментов Как раз Девушка Вопрос Такой Задавала По поводу Вступления В Союз У нас Есть Кто В Союз Вступил Не сегодня Не вчера Конечно Просто Мы в Москве Бываем Не очень часто Раз уж Здесь Такой Случай Значит Вот Вступала В Союз Поэт Тоже В Подмосковье Ваша Землячка Анжелика Тринц Которая Присутствует Сегодня Здесь Я По поручению Ивана Петрова С удовольствием Выручу Членский Билет Члены Союза Пожалуйста Аплодисменты 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 Она Как раз Является Одним из Авторов Этого Альманаха Поздравляю Если что-то Сказать А теперь Сразу Из-под Москвы Немножко Раз И подальше Сегодня Прилетел Раз И прилетел Товарищ Недалеко В общем-то Сгубая И мы С удовольствием Принимаем И вручаем Ему Членский Билет И вот Его Авторская Книга Которую Он сам Представит Чтобы не Слушать Только меня Одного Италий Коновалов Пожалуйста 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 Ну и Представите Спасибо Агром Я возьму микрофон Я хотел бы начать С поклонной Благодарности Потому что Потому что На самом деле Я не с умным Духом Я писал Сказки Антисказки Называется Я писал Сказки И Сказки Сами понимаете Они В сказочном Пространстве Где Баба Яга Где Кощей Бессмертный Где Прочие Архетипические Герои И Антисказки В которых Чудеса Происходят Прямо Прямо В нашем Пространстве Прямо В нашей Вселенной Публиковал В интернете В разных Площадках И Как-то В комментариях Мне сказали Слушай Вот Есть Такой Библиотеральный Пункт Про Там Такие Вещи Любят Проблика 50 А Я Сложил Туда Свой Миницикл Смы Это Как бы Фэнтези Но Поскольку Я физик Это Вроде бы И научная Фантастика Ну И На самом Деле Чтобы Я не писал Все равно Получается Про любовь Вот И Положил Посмотрел Вроде так Ну Кто-то Посчитал Кто-то Посмотрел Комментариев Не оставили Лайки Не ставят Ну Значит Не понравилось Проходит С полгода Приходит Мне письмо А вы знаете А мы вас Номинировали На участие В литературном Конкурсе Славянское Слово Спасибо Подсвечения Редколлегии Поскольку Я Значит Смотрю Положение Что Конкурс На который Нельзя Вызвенуться Сам Значит Кто-то Просчитал И Мне-то Понравилось Вот Для того Чтобы Поучаствовать В конкурсе Нужно Издать Книгу Пишите Ко вы Виталий Юрьевич Заявку На гранд Чтобы Книгу Напечатать Я Написал Заявку На гранд У меня Через Три недели Переходит Ответ Печатайте И вот Книга Сказки Значит Раз уж тут Пошла Пошла Поэзия На самом деле У меня есть Довольно Старый цикл Который Я специально К этой встрече Немножко Немножко Переделал Цикл стихов Который Называется Нечистая сила И Я Убрал Некоторые Огрехи Которые Чисто Чисто Поэтические Вот И Вот такой Цикл Маленьких Стихов Водина Люба Мне Как ты В речке Купаешься Чтоб согреть Свою Стылую Кровь Утянул В тебя Вомот Красавица Во дворец Из речных Жемчугов Там постель Поустроил Из рязки И навеки Постался С тобой Но постылы Холодные Ласки И не Тебе Я Водяной Баба Яга Была я Юной Сильной Ясновикой В ход Стерегла В волшебные Края Увы Прошли Кавчищу К дикой Состарилась И подурнела Я Меня прозвали Баба Ягой Пугают Мною Если кто Нагою А что Поделать Домовой Извините Кондиционер В самолете У меня Под печкой Сидеть Недосух Я отправлю Слуга Поутру Там Корень И фитраж Наберу И визг Буды До зари Принесут Под порогом Сложу С шепотком От тоски И недобрых Людей Пусть Поселится Счастье Везде Я ж Не зарекаю Своё Молоко Качей Бессмертный Велескупец Ходивший В варяге И греки В цепи Закован В подвале Закрыл На замки Даже до смерти Его не добрался Вовеки Всё подчистую Забрали Царевич И дураки Русалка Шо Вернике По вечерам Творится Ты только Пуглини Ох Молодё А ведь Никто Не побежит Топиться А значит И русалку Не найдёшь Последняя Кикимара На болоте Клюква Как искринки Вот Уже Боягоды Пришли Надо Снова Проверять Тропинки Чтоб Трясину Вдруг Изобрели Будут Жайничать На сердце Камнем Лягу Пусть В болоте Скинут Навсегда Превращу Их Старую Корябу Там Где Стынет Черная Вода Еще Одно Я хочу сказать Спасибо Художнику Который Оформлял Обложку И который Поместил Свой Автопортрет На Никто Моя Дочка Варик Спасибо Я Опять Снова Немножко Изменю Тему Значит Несколько Книг У нас Очень много Книг Просто Я По одной Минуточке Буквально Могу Посвятить Каждому Автору Но В общем Люди Все Здесь Кто Находится Все В теме И кроме Того Что Вот Она Книга Автор Ее Написал Кстати Очень Хороший Автор Своеобразный Дагестанец Да Скупить Книги Не Не Можем Просто Нам Не Притащить Этого Всего Не Продаем Нет Мы Дар Библиотеке Передадим Конечно А Продавать Нет Не Продаем Вот Значит Я К Чему Сейчас Вот Это Все К К К К Взывку Дай Да Да Я Достану Значит Кроме Того Что Автор Книгу Написал Книгу Нужно Издать Значит Это Огромная Работа Она Незаметная Совершенно Ведь То Что Автор Написал Да Это Прекрасно Это Хорошо Но Издать Книгу Значит Сделать Обложечку Все Вот Это И Этим Занимаются Тоже Кто Это Занимаются Живые Люди Я Представлял Недавно Книжечку Вначале Александра Новикова Да Говорю Вот То есть Как Автора А теперь По поручению Профессора Иванова Петрова Я Значит Хочу Александру Новикову Вручить Грамоту От нашего Союза Просто За огромную Работу Которую Вот он Проделал Издавая Вот эти Все Книги То есть Вот Это Тот Человек Который То Что Написал Автор Превращает В то Что Мы Все Читаем Спасибо Саше Ну и Снова Немножко Сменим Значит Далекие Страны Обсудили Значит Из далеких Стран Автор Прекрасно Наш Автор Выступил Немножко Поближе Ну и Опять же За рубежью У нас Сегодня Присутствует Молодой Автор Из Белоруссии Значит Тоже Член Нашего Союза Смирнов Дмитрий Который Представит Из своей Книги И мы Вручаем Членский Билет Вот здесь В Москве В Москве Вручают Дубай Белоруссия Происходит Так Поздравляем Меня зовут Дмитрий Смирнов Я из Белоруссии Закончил Факультет Иностранных Языков Города Гомеля Сейчас Работаю Журналистом В Республиканской Газете Большой Город Ну К слову У нас Вообще Семья Журналистская У меня Мать Журналист С 30 Летним Стажем Сам Я пишу Со студенческих Времен Где-то С 18 С 20 Лет И Вначале Это были Какие-то Информашки Эссе Филитоны Коммерческие Материалы Проскакивали Ну И в итоге Есть такое мнение Что любой Журналист Мечтает Написать Роман Издать Свою Книгу Потому Что он Устает От этой Рутины Поденщины Вот Этой Журналистской Потому Что Как правило В газете Идет Оперативная Печать Все Быстро Бегом На ходу А хочется Создать Что-то Такое Серьезное Глубокое Чтобы Осталось На века Что-то Какое-то Сообщение Людям Передать Ну И в итоге Вот Эта мысль Бродила Бродила И Вначале Это желание Материализовалось В виде Сборника Публицистики В соавторстве Вместе С Моей коллегой Светланой Смирновой Она же Посовместительствую Мама Это Сборник Несекретные Материалы Если Совсем Коротко То Сюда Вошли Значит Те Материалы Которые Выходили В Газетной Кичарте В журналах Они На Злободневные Актуальные Темы Также Здесь Представлены Яркие Творческие Личности Интервью С ними А также Люди Которые Волею Жизненных Обстоятельств Оказались На социальном Дне Их Их Жизни Это Благодатный Материал Для Психологического Анализа И Повод Для Серьезных Раздумий Также Эту Книгу Отличает Позиция Журналистов Искренних Правдивых Называющих Вещи Своими Именами И Скажу Без Ложной Скромности Отличающихся Писательским Мастерством Вот Если коротко Про эту Книгу Дальше Я на этом Не остановился Спустя Два года У меня Вышел Первый Дебютный Роман Он называется Анатомия Соблазнения Или Мачо Тоже Плачут Главный Герой Роман Итальянец Пер Паоло Паретти Отвергает Ценности Навязанные Ему Обществом И Отправляется В страны Восточной Европы На поиски Своего Мужского Счастья Он Что он У нас С головой Погружается В искусство Профессионального Соблазнения Проходит Через Гормила Человеческих Страстей У него Много Любовных Приключений И Это Очень Непростой Путь От полного Неудачника До Современного Казанова И Пройдя Через Все Вот эти Жизненные Хитросплетения Он Приобрел Бесценный Жизненный Опыт Но Так И Не Смог Избавиться От Вселенского Одиночества Значит Книга Имела Довольно Большой Успех По крайней Мере В Беларуси Потому что Ее удалось Да Как правильно Сказал Михаил Недостаточно Написать Создать Продукт Проблема Вторая Возникает Еще сложнее Чем Написать Это Донести До читателя Продукт Может быть Каким угодно Гениальным И объективно И субъективно Но как Довести До читателя Да Это проблема Пришлось Подключать Свои журналистские Связи Каналы Знакомства И Благодаря Именно Коллегам С которыми Мы организовали Интервью На новостных Порталах Крупных Беларуси О книге Узнали О книге Узнали Я создал Также Группу Вконтакте На своей Личной Страничке Поэтому Раскручивал Пиарил Как мог Есть отзывы Есть лицензии А книги знают Слава Богу И конечно же Я сомневался Была идея Писать продолжение Не писать Потому что Еще было Что сказать И в итоге Обратная связь От читателей Которую я получил На Мачо Тоже плачут Вдохновила меня На то Чтобы работать Дальше И результатом Этого Стал Два года Спустя В 2015 Роман Анатомия Соблазнения Два Здесь Главный Герой Продолжает Совершенствовать Себя В искусстве Профессионального Соблазнения Его ждут Новые Экстраординарные Встречи Необычные Знакомства Где Где более широко Раскрывают Своего Предпочтения В выборе Женщин Да Эротические Сцены Занимают Ключевое Место В романе Где Все Подчинено Одной Цели Найти Истинную Любовь И герой Ее Обретает Однако Это чувство Не приносит Ему Страдания Ему И ревности Каким Образом Герой Справится Со своим Эмоциональным Состоянием Об этом Вы узнаете Прочитав Книгу До конца Спасибо Большое За Ваше Внимание Я Продолжу Ваше Позволение Совершенно Верные Слова И Раз И вспомнил Это экспромт Не хотел Об этом Говорить Недавно Интервью В Болгарии Журналист Мне задал Такой вопрос Очень неожиданный И очень Точно Слушай Там освещается Поездка Чтобы Ну что Болгары Конечно Собирали Поездка Освещалась А ты можешь В двух словах Сформулировать Цель Я сначала Так Потом говорю А давай я в трех Давай Я говорю Донести Автора До читателя Вот эта Вот эта цель Вот всего Вот этого мероприятия Это в принципе Как и цель Союза И вот И наша Я считаю Главная задача Да Ну и теперь Серьезного Немножко Не то что к несерьезному А хочу просто Гордость такую Предоставить Значит Еще одно направление Того что мы делали Вот посмотрите Это детская книга Она не сегодня Выпущена Значит На болгарском языке Совершенно детская Дети пишут Сами Детям Семь-восемь лет Стихи Сказки Наивные Детские Но это вот детское Творчество Но это вот детское творчество Опять же Мы уже пенсионеры Что говорить Вот это будущее Наше Это будущее Литературы В данном случае Болгарской Я считаю И вот Вот такая Вот картиночки И рисуночки И вот такая Вот детская книжка На болгарском языке И я говорю Давайте Это Слата болгары На русский Переведем Они просто Были в восторге И оттуда появилась Вот такая Книжечка То же самое На русском языке Опять же Вот эти вот Детские Сказочки И стишки Вот Значит На болгарском Она называется Многоноска Эта книга На русском Она называется Многоносый человек Ну Недалеко Да Название Вот И значит Честно говоря Первая книжка Была неожиданностью Для меня Почему неожиданностью Вообще Ко я имею отношение Отношениями В общем-то Прямое И непосредственное Значит Вот здесь На задней страничке Написано Значит Художник Автор Иллюстратор Виталий Иван Александров Мой сын Маленький Ему на тот момент Было 8 лет Когда вот Он эту книгу Проиллюстрировал Ну и принес Как уже Как автор Мне принес Я начали ставить Нахожу стихотворение Автор Иван Александров Я говорю Ваня Ты еще и стихи пишешь Ну Вот так вот И поэтому В общем-то У меня было желание Ее перевести На русский язык Вот Что касается Творчества Дальше наших авторов Катя представляла Книгу Значит Автора Борохова Автор Борохов Он писатель Он живет в Израиле Поэтому Для кого-то Не приехал Кроме того Что была представлена Книга его поэзии Вот книга Прозы Он сейчас там живет Он москвич Вот конечно Все В этом мире Да Вот первая Да Вот первая Это значит Книга его прозы Совершенно уникальный Автор пишет Интересно Захватывающе Значит По профессии Психиатр Значит Принимал Удив В свое время Работал В группе Следователей Это еще В 80-е годы Вот эти Какие-то Узбекские дела То есть В качестве Эксперта Очень интересно Пишет Называется Книга В боках Да Смех Сквозь слезы Называется Книга Автор Борохов Он там Не поехал В Москву Он приедет В Болгарию На презентацию Будем там Проводить Мы сначала Решили провести Все о том В России В Москве В первую очередь С Москвы Мы начинаем И до Архангелька Сейчас длинный Делучий путь С этими книгами Вот Тоже Не приехал Автор Тоже Опять же Живет Немножко Далеко В Канаде Наш автор Ну Тут уже Просто Очень На высоком Профессиональном Уровне Пишет Владимир Горбунов Не дрель Порода Называется Книга Ну так У него Много Есть Но решил У нас Создать Вот Такой Небольшой Сборничек Это я Сейчас Потому что Почему Международный Союз Авторы Такую Имеют Огромную Географию Действительно Союз Международный Карина Короткие Рассказы Рассказы Действительно Короткие А для Автора Многие Авторы Начинают С рассказов Потом Романы Повести Написать Короткий Рассказ И Уместить В него Что-то Столько Много Это Очень Тяжелый Труд Это Надо Иметь Какой-то Своеобразный Склад Ума Чтобы В маленьком Рассказе Показать Очень Очень Много Вот Я считаю Карине Муллер Автор Израиля Удалось Это Значит И Ну Далее Тут Просто Совершенно Интереснейший У нас Автор Елена Гостева Она Пишет Историческая Тема Причем Очень Мало Известная Балканская Война Не ту Которую Знают Все Шибко Вот Это Все Балканская Война Это Воемен Еще Суворова Много Было Русская Турецкая Война Да То Вот Этот Пласт И Когда Профессор Война Петров Прочитал Он В Болгарии Об этом Мало Кто Знает Вот Такая Книга Сейчас Как Она Еще Не Пошла На С Продажу Не Продаем Такая Книга Не Знаю Может Потом Когда Это Все Впереди Но В Болгарии Успех Конечно Болгария Маленькая Страна Маленький Народ Автор Женщина Писатель Из России Пишет Вот Таком Неизвестном Куске Истории Даже Да То есть Вообще Очень Интересно Вот Ну и Как Говорил Уже Про Альманах И У нас Присутствует Автор Альманах К сожалению Один Может Быть Тоже Что Небуду Стихотворение Хотя Можно Считывать Звезд Звезд Прилхиантов И Крошки Ударь Весел Солом Вдыхая Ароматы Моря Я шла В плену Любовь На Блез А Берег Словно Небу Вперед Стелил Копел Живой Слез Луна Бросая Сгляд Минерный Благосвет Силуэль Мальчишка Лёв Восхит Лёв Рубашку Лёв Клодил Я Прошла Немного Ближе Потарю Сумки На плече Спросила Звездочки Я вижу Бросаешь В море А зачем Ответ Для них Подобен Смерти Мальчишка С грустью Поясни Они Не выживут Поверьте Спасай Их По мере Сил Сдох Немного На Побережье Их Миллионы Не Трудись Взял Звезд Морское Меж Казал А для Него Вся Жизнь Блестел Сребря Эта дорожка Песок Был Ветер Небольшой Как много Дел Для них Возможно Творить С открытого Душа Ну и Нам сказали Часик Занять Вот это Все Времени Часик Прошел К сожалению Не могу Надо Давать Слово Молодым Девушка Алина Это Наш Гость Хочет Тоже Сказать Пару Слов Почитать Прочитать Что-то Своё Пожалуйста Да Можно читать Да Да Конечно Моя Волшебная Называется Это очень коротенький рассказик про две чашки кофе, две одинокие подруги, одна карьеристка, желающая зарабатывать много денег, объехать весь мир, стать известной, успешной и вообще не мечтающая о серьезных отношениях к браке и детям, Екатерина. А другая Наталья, мечтающая о хорошей мужа, детях, тихой, спокойной, стабильной жизни, замужем, как за каменной стеной. Она хотела полностью посвятить себя домашнему очеву. У нее была работа, но она была бы готова ее бросить, как только встретить своего человека. И вот им выпала доля вместе вдвоем встречать китайский Новый год в кафе «Шоколадница» в центре Москвы. Они заказали кофе и договорились, что загадают желание, каждый на свой кофе и выпьет его. И все должно исполниться на лучшем образом, так, как они хотят. Пока официант Мельдер, каждая из них заказала судьбу, какую хотела. Судьба Екатерина выглядела так. Уехать в Германию, поступить учиться, начать работать, зарабатывать много, в свободное время путешествовать, побывать не менее чем в ста странах мира, крутить романы с влиятельными мужчинами разных стран и жить интересной и насыщенной жизнью. Пусть она сказала, что у меня будет яркая в конце уже, но непродолжительная связь с Атальянсом, которая изменит всю мою жизнь и переберет ее на 180 градусов. Чпух, чпух, чпух. Вторая подруга Наталья заказала судьбу выйти замуж за честного, порядочного, доброго, хорошего, надежного, пусть небогатого человека, который бы обеспечивал ее, пусть худо-бедно, и детей, и она бы наконец-то смогла бы заняться домашней музыкой. Наталья заказала молочный кофе, а Катя просто кофе без сливок. Но волей судьбы, с легкой руки сонного официанта, который устал, работая на трех работах, их судьбы поменялись местами. И каждый спил мне свою чашу. И пошло-поехало, Катя поехала во Францию поступать учиться, и в Германию потом. Но там встретила парня из Алжира, который просто проход ее не давал. Она и так, и едок посылала его, и он не отставал, и все. Три года учебы он за ней буквально по пятам ходил, и она в конце концов вышла за него замуж. Он был очень бедный студент сначала, со временем стал обеспеченным, и увез ее с собой во лжесть. И там она действительно как за каменной стеной. А выдела ему пятерых детей, сидит дома, и он никуда ее не выпускает. И деньги есть, но домработницу не разрешает ему. Он говорит, что женщина должна заставать ее своими руками. Как раз от того, о чем мечтала ее подруга. Уйти она не может, никуда заприваясь в своем доме и никуда не выпускает. А давайте посмотрим, как сложилась судьба ее подруги. Она встретила иностранца-француза и вышла за него замуж, так как тоже узнала французский и немецкий. Как ее подруга, они вместе учились на факультете иностранных языков. И она очень быстро с ним развелась, так как она любит домашний уют, а французы не любят куриц. Он послал ее и ушел. Она осталась одна в чужой стране, и в руки ей предложили работу, высокооплачиваемую, о чем она даже думала, что недослуживая. И то пошло-поехало. В командировке за эти пять лет она была в 100 странах мира, и сама того не хотят. Получала огромные деньги, она не отдыхала. Ни в одной из них она не отдыхала, ездила по работе. Очень много зарабатывала и работала, и не любила свою работу, но какая-то сила удерживала ее там. Было в ее жизни много мужчин влиятельных, и даже политики из разных стран. И все связи были непредложительные. Все ее бросали, хотя она была верная и домашняя, и никак не могла уйти из этого круга. И вот, когда ей было уже 45 лет, она с горя пошла в итальянское кафе, съела там пиццу и пила итальянское дорогое вино, покол за поколом. И к ней подсел пьяный, молодой итальянец, пьяный в тупе, не зная, что заставило его так нажраться. Обычно они редко так нажираются, он был просто по-русски пьяный. Он взял и назад, тащил куда-то, и там, и всю жизнь у нее изменилась на 180 градусов. Итальянец был больно от спины. Он, видимо, только что узнал о своем диагнозе и был зон на женщин, которые его заразили. Поэтому много выпил в этот день, и решил отомстить прекрасной половине человечеству. И смел терапию полусонного официанта. Обе женщины очень плохо кончены. ВИЧ-инфицированная умерла спустя два года, а та, которая замужем за лужицем, просто жила всю жизнь и была несчастной. Отходя уже даже и от книг, я немножко меняю формат вот этого всего, значит, я о заключительном этапе нашего конкурса еще раз хочу сказать. Значит, он начнется в армии, у нас будут проходить в нескольких городах Болгарии. И гости вот этого мероприятия остановятся у нас. Значит, мы договорились, это наш партнер. Вот немножко расскажу о нем, где остановятся наши гости. В Армении, живущей в Болгарии, строит дворец Азбуки славянской. Вот все, значит, что такое? Он строит крепость. В крепости делает такую площадку, где Азбука. Все буквы нашего А, Б, В, всего алфавита, огромные, двухметровые, он привез с Армении. А не какой-то армянский камень красного цвета, там мастера это все выполняли. Он это все расставляет. Далее он делает такой музей восковых фигур, где вот как создавалась Азбука. Вообще уникальное место. Значит, далее картина и галерея, опять же на эту тему. Как создавалась славянская Азбука. Значит, далее делает аллею писателей, славянских писателей. Армянин, живущий в Болгарии. У него рассчитана эта аллея писателей. Вот у всех писателей есть возможность попасть на эту аллею. Потому что сейчас очень много еще свободных мест. Где-то рассчитано на 100 памятников писателей. Сейчас 10. Буквально недавно я сам присутствовал. Значит, приехали, делегация был замминистра Республики Осетия. Привезли бюст, установили памятник Коста-Хатагуру. Это их классик Коста-Хатагуру, значит, вот установили. В этот же день устанавливались памятники Пушкину, Есенину и Достоевскому. Болгары тоже устанавливают. Ну, вот 10 установлено, то есть 90 мест свободных пока, да? И, значит, я вот впечатлен вот этим всеми. Познакомился с одной очень интересной женщиной. И на эту тему, ну, просто у меня так это все... Сначала мне про нее рассказал вот этот армянин, звать его Карен. Рассказал про нее, значит, женщину зовут, значит, она болгарка, пенсионерка, значит, Данча. Баба Данча. Баба Данча, я так ее зовут. Только я написал такую статью. Богатство бабушки Данча. О чем? О чем это заключается, значит? Когда Карен задумал вот эту тварию писателей, значит, по-моему, еще не было ни одного памятника, приходит к нему эта бабушка Данча. Ей 84 года, она очень активная, деятельная, всю жизнь проработала учительницей. И говорит, значит, слушай, Карен, я хочу установить у тебя бюст какому-нибудь вот великому писателю. Сколько будет стоить бюст? Ну, это ж надо сделать, надо заказать, чтобы кто-то сделал. Он говорит, ой, бабушка, ну, дорого стоит, ну, что-то у тебя пенсия-то сколько там? Она, ты мне скажи, сколько будет стоить, и все. Это, в основном, не твое дело. Она мне сказала, она ушла с этим. Приходит через три дня к нему и говорит, я установлю четыре бюста. Карен говорит, я чуть не упал. Она посчитала, сколько, причем ей 84 года, у нее старшая сестра, старшая сестра болеет, она за ней ухаживает. И у них вот две пенсии, пенсии небольшие в Болгарии, по большому счету. Но она говорит, мне уже не надо денег, мне это совершенно не интересует. Дети у меня выросли, в общем-то они, зачем им это все тоже нужно. Вот, и вот сейчас, в июне, эта бабушка-данча будет открывать четыре бюста. Они уже готовы, их должны привезти. Значит, мне Карен говорит, я вот почему написал эту статью, значит. Михаил, представляешь, а там действительно, он сейчас четыре бюста открывали. Там приезжают правительство Болгарии, представители, значит, консул России. Ну, русским писателям открывали бюсты. Значит, представляешь, вот приедут такие вот люди, они же все на дорогих машинах, в дорогой одежде. И бабушка-пенсионерка будет открывать четыре бюста. Ты представляешь, как им будет стыдно? Я говорю, Карен, не будет. Я говорю, ты наивный человек. Они с бабушкой-данча фотографируются рядом. Понимаете? То есть, и вот я, с чего это все немножко перескочил, да? С чего это все? Я хочу, чтобы наше мероприятие проходило вот именно там, у Карена, вот в этом месте. Потому что место замечательное. находится в городе Плиска. Плиска – это старая, древняя столица Болгарии. Там действительно была создана азма. Вот. Ну, на этом, вот уже почти полтора часа, да? Как-то так незаметно. На этом я хотел бы еще, чтобы Лев Патной все-таки сказал еще пару слов. Наверное, я занялся... Я буквально этот слов, да, хочу еще тоже в заключение сказать. Мы вот познакомились с Михаилом, с Аллаевом Петровым, который, к сожалению, не смог приехать, что на самом деле, вот знаете, для меня тоже какой-то такой грустный знак, потому что он за последние полгода, вот он действительно, он столько раз приезжал в Россию, по-моему, вот у меня вообще впечатление. И вот, он хранит русскую литературу больше, чем, ну, многие... Да, фанат русской литературы. Да, да, да. Он приезжает, он принимает участие во всех, в очень многих мероприятиях. Он ездит то в Володу, то в Нижний Новгород. И, да, его вот признают как одного вообще из лучших, наверное, самого лучшего в мире специалиста по... творчеству Василия Шукшина. Вот, и вот такой казус, вот сейчас они собираются приехать, не смогли получить визу. То есть, буквально, вот, там очередная виза, ее срок действия истек, и, конечно, это вообще звучит, ну, как-то вот дико, что болгарин не может получить визу на поездку в Россию. Вот, ну, вот, к сожалению, да, вот такие вот особенности. А когда мы были в сентябре в Болгарии, я честно скажу, был очень приятно поражен и удивлен тем отношениям, которые я там встретил, вот, ну, к русским. До этого я был в Болгарии где-то 30 лет назад, и тогда столкнулся, вот, впечатления у меня были прямо противоположные. Как-то вот точно нас принимали, я думал, нехорошо. Вот, но вот за эти 30 лет, вот, что удивительно, и что приятно, да, вот это приятно, мне сказать, удивление, что все изменилось как-то вот совершенно противоположным образом. Отношение к русским очень хорошее. Меня поразил интерес к нашей литературе, когда мы с Иваевым Петровым шли на первое мероприятие, которое там было заявлено, и я помню, мы идем по улице, и, значит, я тогда представлял вот эту книгу «Граф Ростопчин». Вот, и я его спрашиваю, я говорю, Иваева, здесь вообще кого-то интересует здесь этот «Граф Ростопчин»? Вообще, здесь люди, они знают о том, что вообще-то какая-то война с Наполеомом была, потому что, когда смотришь вот на ту динамику жизни, которую там люди ведут, то кажется, что там как-то вот время, оно как-то остановилось, что ли. Вы знаете, там вот идешь по улице, вот очень многие мужчины, они проводят время следующим образом. Вот человек утром проснулся, жена приготовила завтрак, он позавтракал, он выходит из дома, ставит табуреточку, значит, там такой каменный уступ под дома, он ставит тарелочку с виноградиком, пепельницу, и человек часами сидит, кушает в винограде, курит, и вот когда ты видишь его со стороны, то ты жалеешь о том, что ты не скульптор, да, вот это просто персонаж Аверабена, да, мыслитель. Когда этот человек тушит сигарету, в этот момент у него такое выражение лица, как будто он решил какую-то мировую проблему. И вот так неспешно, неспешно проходит время, но очень радушное, да, очень такое выражение. И вот мы приходим с Иваевым и Петровым в зал, и я обнаружил, что зал полный, полный зал, молодежи, правда, было немного, в основном люди где-то вот примерно нашего возраста. Вот. И дальше, конечно, просто вот такая подвижническая деятельность, то, что делает Иваев Петров и делает Михаил Александрович. Вот Михаил представил тут много книг практически всех авторов, а я вот буквально представлю его книгу, вот еще особенно я вот два слова хочу сказать, я вот эту, а вот эту я еще не прочитал. Вот эту книгу я, в общем, с огромнейшим удовольствием читал, она называется «Честь имею капитан Волошин». Это действительно вот сейчас для меня тоже Михаил раскрыл неопультально, что это изначально были дневниковые записи, потому что здесь вот нет, с одной стороны, здесь нет какого-то сквозного сюжета, но здесь сквозной герой, вот капитан Волошин и рассказ за рассказом проникаешься вот такой симпатией к этому человеку и чувствуешь, ну, вообще его, вот как бы, воспринимаешь его как близкого, как родственника, как друга. И я честно скажу, я, чем ближе я подвигался к финалу, то меня, тем больше, у меня просто сжималось сердце, потому что последний рассказ носит такое название «Последний бой Волошина». Вот, ну, я не буду рассказывать, чем закончилось, вот, для того, чтобы, ну, что можно почитать. Значит, где книги можно почитать? Ну, вот, современный мир действительно такой, что в бумажном виде, к сожалению, книги вот уже действительно не так просто. Вот, они осланцы библиотеки, но можно найти сайт, просто загиб поисковик в интернете. И, в общем-то, эти все книги, они теперь есть на всех электронных площадках, как я понимаю, «Литрес», допустим, там, ну, все известные электронные площадки, там, «Амазон», «Озон», по-моему, да, вот, везде есть эти книги. Вот, их можно там в электронном виде читать. Вот, и вот, когда я ее прочитал, я, конечно, позвонил Михаилу и говорю, «Слушай, я говорю, ну, я вот просто, так мне тяжело было, вот, пока я длился». А Михаил говорит, «Слушай, ну, это же я про себя, ну, я же жив, здоров, там, да, это самое». Я говорю, я понимаю, что ты по себя, вот, все равно и к твоему литературному герою тоже проникаешься таким сопереживанием, что вот, принимаешь это все близко очень к сердцу. Вот, и, значит, еще вот, что я хочу, вот, буквально два слова еще о Болгарии, вот, что сказать. Знаете, ты совершенно по-моему ощущаешь себя за границей. Чем меня вот еще очень понравилась вот эта страна, тем, что тут вот не надо, то есть туда переезжают жить очень многие люди из России, ну, достаточно многие, и при этом тут совершенно нет разговора-то в том, что это, что это, ну, нужны какие-то деньги, там, еще что-то, то есть просто, ну, грубо говоря, вот человек, который живет на пенсию, в общем-то, что жить, извините, там, на пенсии, ну, допустим, где-то в Подмосковье, в деревне, да, то есть, что с таким же успехом можно переехать в Болгарию и жить на той же пенсии за Россией там. Вот, и там, ну, просто там не ощущаешь себя за границей. И хотя, вот, когда мы так говорим немножко, иногда на нас, я имею в виду сейчас на русских людей, бывает, что обижаются, потому что, вот, когда так говоришь, что я тут не ощущаю себя за границей, то, вот, как бы, люди, которые живут, родились там за границей, они это часто воспринимают как какое-то вот такое вот проявление имперского такого сознания, да, что вы, ну, на самом деле, это, в данном случае, это совершенно не о том речь, а речь просто о том, что чувствуешь как-то вот близость с этими людьми, с этим народом, с их укладом в жизни, вот. И, в общем, то, что нас объединяет, ну, и не нужно, чтобы это было, чтобы это как-то разъединялось. А вот Иваеву Петрову и прислушались по Крыму самым, конечно, огромное просто спасибо и низкий поклон за то, что вот они, эти скрепы, в хорошем смысле этого слова, и в самом таком, ну, вот, в хорошем, вот они, они их цивентируют и вот своим, своим, как-то своей деятельностью их поддерживают. Вот, ну, вот, собственно, то, что я хотел сказать. Спасибо, господа, за то, что пришли, за ваш интерес, вот, на этом мы завершим, наверное, почему-то... Ну, эти книги в вашей библиотеке? Да, я сейчас, вот, где с кем-то буду говорить, я их передам в библиотеку. Да, конечно, конечно. Ну, видите, они издавались в России, издавались в Болгарии, и это я привез книги, и это не весь, конечно, тираж буквально, я несколько раз, в общем, она разбирал, собирал, разбирал, собирал, как не разберу, не соберу 90 килограмм. Убавлю, свои убрал, значит, вот так вот. Многовато получилось, поэтому некогда там библиотекам, конечно, подарим книги. Кажульский чемодан не удержали. Да, вот я встречал, чемодан развалился, к сожалению, вот так вот получилось. Спасибо большое. Спасибо.